Девушки отдыхают На мой взгляд, само понятие настоящий друг Оно уже подразумевает желание проконтролировать Каким-то образом подвести под стандарты отношения между людьми Это естественная такая реакция, но лучше не увлекаться тем, кто что должен Лучше уделить внимание реальному человеку, реальным отношениям с ним Но говорить-то можно ему? Поэтому здесь никто ничего никому не должен Хочешь говорить, но если он что-то не говорит, в этом ничего страшного Все, понятно, давай, Андрюш, следующий вопрос Друг часто берет деньги взаймы или вещи взаймы, но никогда не возвращает долг вовремя Я вот очень рад, что он что-то просит, как поступит настоящий друг в этот момент Даст деньги, скажет, что их нет, или откажет, но объяснив причину Я бы слукавил, сказал, что их нет Я бы тоже Какие мы с тобой одинаковые? Любые отношения, в том числе дружеские, это обмен И если этот обмен нарушается, например, вы очень много даете, вкладываетесь То есть риск, что вы скоро будете истощены и просто дружба закончится Поэтому иногда стоит отказать ради того, чтобы сохранить дружеские отношения Но объяснив лучше, да? Да, естественно А мне кажется, если объяснив, то ты можешь обидеть человека Лучше сказать, что нет денег А это уже вранье, а вранье это уже не дружба С другой стороны, если у вас этот обмен действительно равный То есть вы там вкладываетесь деньгами, а друг, например, вам помогает чем-то физически Вас подвозит Да, кстати И тут нет никакого истощения и обмен равный Тогда... Это такие уже рыночные отношения, деньги-услуга Нет, наверное, скорее всего, когда человек один постоянно дает, а второй как бы... Важно соблюдать баланс Да Если он соблюден, можно... Хорошо Пожалуйста, третий Третий вопрос Чем вы готовы поделиться с друзьями? А. С своим свободным временем Б. Важной для них информацией В. Деньгами, но в рамках возможного Угу Чем бы поделились? Ну, я бы поделился вообще всем Абсолютно всем, потому что я к друзьям так отношусь Ну, а тут давай все-таки... Выбирай вопрос Ну, хорошо, деньгами Я тоже Так Не знаю, рада ли я вас Тут скорее вот реальность такова Мы делимся только тем, ну вот, чего у нас достаточно Ну, как говорится, чем богаты, тем мы рады Если там вдруг сейчас в печали, у него тяжелое какое-то положение То вряд ли он сможет поделиться с вами чем-то радостным, да? В то же время, если, окей, у вас сейчас хорошее какое-то настроение Или куча интересной информации, вы поделитесь именно этим Но возвращаемся опять к тому ответу, что, опять же, никто никому ничего не должен Абсолютно верно То есть он не должен, если тебе нужны деньги, идти брать их в кредит, лишь бы тебе помочь Вот чем наполнены, тем и поделитесь Да Тут как-то вряд ли вы сможете больше, чем есть Согласен Как поступит лучший друг, если у близкого приятеля или приятельницы крупной неприятности? То есть не будет лезть в сочувствия и советами? Даст поплакаться в жилетку? Или скажет, что на него всегда можно рассчитывать? Ну, я, естественно, скажу, что всегда можно рассчитывать Нет, а я поплакаю в жилетку Дашь поплакать в жилетку? Конечно, конечно Ну, смотрите, хороший друг, как минимум, не останется равнодушным А в какой форме уже проявится вот это вот сочувствие, там, сопереживание Это уже обычно дело договоренности Если вашему другу важна, например, ну, действительно эмоциональная поддержка Это будет очень даже здорово Там, если вашему другу важно что-то другое Вы можете договориться об этом Все будут довольны и счастливы Так, следующий вопрос Ваш друг поддерживает отношения с человеком, которого вы не очень-то любите В таком случае прекратите видеться с другом Потом ничего не скажете и будете продолжать дружеские отношения Скажете другу, что он должен выбирать между вами и другим Какой-то вариант Это сложный вопрос, не знаю Давайте послушаем мнение эксперта и... А я отвечу В Если этот человек сильно будет дружить с тем другом Я буду его ревновать и скажу, слушай Узнаю тебя Узнаю А тут, я думаю, тоже, опять же, важно соблюдать баланс Уважение к свободе, к выбору человека И к своим собственным границам, к своей собственной безопасности Если этот третий человек каким-то образом угрожает Либо действительно нарушает как-то ваши границы, да То это важно отрегулировать Если это просто вопрос, нравится, не нравится То, ну, договоритесь не пересекаться Договоритесь как-то Чтоб он не рассказывал, как ему хорошо с тем человеком Друг купил костюм, который по вашему... Ну, или подруг купил платье, да? Тут уже не важно Который, по вашему мнению, не идет Абсолютно ему Вы Прямо выскажите свое мнение Объясните, почему считаете покупку не очень удачной Или воздержитесь от комментариев Я всегда говорю честно Говорю, это отвратительно Я воздержусь А вот тут, конечно же, лучший друг обычно искренне поделится своим впечатлением Но важно помнить, что если вы критикуете Или если вы какую-то свою оценку даете, а человек этого не просил Вот строго говоря, это даже можно назвать формой морального насилия Мягко говоря, это некоторые высокомерные отношения Поэтому лучше делиться своим мнением Искренне как-то вот высказывать его Но в том случае, если человек этого просил, хотел, готов слышать Только когда это уместно Отвлеченно от теста Мы хотим как-то немножко подытожить Потому что с годами бывает такое, что у нас сначала были какие-то общие интересы Это нас связывало Мы становимся старше Я увлекаюсь одним, он увлекается другим Интересов становится меньше Значит ли это, что дружбе приходит, конечно? Конечно же нет Дружба просто трансформируется Мы можем реже видеться Мы можем, например, с худшими друзьями видеться раз в год И отношения будут оставаться теплыми Если я не буду зацикливаться на формальных критериях А сколько раз ты мне позвонила А сколько раз ты там чего-то мне сказала и так далее То есть здесь, опять же, уделите лучше внимание реальному человеку А не формальным критериям, нормам, идеалам, которые есть и долженствованием Ну и правильно ли мы понимаем, да, что... Нет, наши сказали, что плохих друзей не бывает Просто бывает слишком много ожидания от человека И, мол, например, если, например, что-то человек сделал не так То он сделал вроде бы так Просто мы от него ждали очень много Абсолютно верно Это верно? Конечно Все наши эмоции Это просто наши иллюзии Это наши повышенные ожидания И не только по поводу человека А вообще по поводу обстоятельств Если мы слишком много чего-то хотим Мы считаем, что нам кто-то должен, как-то жизнь там должна То негативные эмоции нам обеспечены В общем, влюбляться в людей сильно не стоит Влюбляться-то можно? Почему? Как это? Если вы готовы с последствиями иметь дело Влюбляться в друга не нужно Что последствий не было? Это я сам себе уже с 2012 года говорю Не стоит делать стопроцентных прогнозов Не стоит делать каких-то жестких ожиданий И уж тем более человеку как-то там навязывать ты должен Вот этого точно не стоит Вот это главное, это леет мотив сегодняшней беседы Уберите слово «должен» в дружбе Никто никому ничего не должен Если вы друг, если там к вам относится по-дружески Вы и так понимаете, что вы должны Ну где-то на том, на подсознательном уровне Спасибо огромное за встречу Желаем вам хорошего дня и прекрасного самочувствия Спасибо огромное Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому